Привет всем, вы на канале AndroNews. Наверняка зрители, которые только недавно познали китайские смартфоны, в частности Xiaomi и Meizu, не знают, что M6 Note это не единственный смартфон компании, за работу которого отвечает процессор от Qualcomm. Первым таким девайсом была одна из модификаций M1 Note. И вы знаете, в то время Mediatek отлично себя чувствовали. Их процессоры были конкурентоспособными, люди покупали и были счастливы. И лютым фанатам Xiaomi не за что было троллить Meizu, как это происходит последние несколько лет. Но каждый фанат китайской электроники знает, что Meizu решили сменить тактику. Им надоело быть грушами для битья, и они снова решили установить в свою новинку чип от Qualcomm. Посмотрим, что с этого вышло. Я не стал, блядь, сэмплы для теста от производителя, потому что работают они криво, и лишний раз с куском железа таскаться не захотел. Поэтому сразу заказал образец у продавца из Китая. Во-первых, нужно разобраться, что с загрузчиком, можно ли установить локализированную прошивку, и как будет выглядеть смартфон для тех, кто привык оформлять заказы напрямую из Китая. Итак, M6 Note поставляется в стандартной картонной упаковке для устройств среднего класса от Meizu. Внутри, кроме смартфона, ничего интересного. Можно выделить только зарядное устройство с поддержкой технологии быстрой зарядки от Meizu. Кто-то после выпуска Meizu Pro 7 ожидал увидеть что-то новое во всех последующих девайсах компании. Но нет, чуда не произошло. M6 Note практически ничем не отличается от предшественников. Просто добавили два модуля камер на тыльной панели, изменили фаски на гранях и сделали вспышку в стиле Meizu E2. Но не за это стоит упрекнуть производителя, а за использование в 2017 году порта microUSB. Да, многие возразят, но я считаю, что уже давно пора устанавливать даже в бюджетные модели порт USB-C. Тем более, что для Meizu это далеко не первый опыт. Также производитель не стал заморачиваться по поводу пластиковых выводов для антенн. Уже практически все обыграли их более изящно. Хотя, возможно, я придираюсь. Лицевая панель без изменений, тот же M8 Note и M3 Note. Но на мой взгляд, самое интересное в дизайне M6 Note это наличие новой расцветки. В синем цвете девайс смотрится и правда круто. Жаль, что в первой парте были только серый и золотой цвета. В целом, аппарат из Китая можно будет заказать в следующих расцветках. Черный, синий, серый и золотой. Последние два с белой лицевой панелью. По габаритам M6 Note практически такой же, как и M5 Note. И вот вам первое сравнение с основным конкурентом Xiaomi Mi 5X. Он же Xiaomi A1. У Meizu немного больше толщина, но меньше высота. Кстати, пишите в комментариях, чему бы отдали предпочтение вы, тонкому корпусу или времени автономной работы. Если подводить итоги относительно внешнего вида смартфона, я могу отметить отличную сборку. Выглядит смартфон также неплохо, но вот цвет я бы взял другой. Что касается цен, давайте зайдем на сайт сервиса и каталог и посмотрим, какие устройства можно купить за 190-250 долларов. Именно в этом промежутке колеблются цены на Meizu M6 Note, в зависимости от комплектации. Из конкурентов могу отметить Redmi Note 4X, Xiaomi Mi 5, Meizu MX6, Leica Call 1 и так далее. В общем, этот список можно перечислять достаточно долго, потому что 200 долларов это самый популярный ценовой сегмент для производителей смартфонов. Тут уже каждый сам для себя сделает выбор. То есть, мы видим, что Meizu смогли сделать что-то интересное, но это не означает, что их продукты лучше за эти деньги. Ну что же, теперь давайте рассмотрим интерфейс. Русского языка в китайской версии, разумеется, нет. В полном обзоре буду разбираться, как можно решить этот вопрос и нужно ли это делать вовсе, или целесообразнее купить у официалов и не париться, как в случае с Pro 7+. Работает смартфон из коробки под управлением Android версия 7.1.1 с Flyme 6. Дисплей на первый взгляд неплохой, матрица IPS, разрешение Full HD. Визуально он точно не хуже, чем на Xiaomi Mi 5X, он же Mi A1. Не думаю, что комплектующий изменится, хотя кто знает. Будем смотреть. Олеофобное покрытие есть, среднего уровня. В полном обзоре я полностью протестирую систему на стабильность работы. Посмотрим, насколько Meizu смогли приручить дракона. Для тех, кто не в теме, речь идет о процессоре Snapdragon 625. Я заказал смартфон в самой слабой комплектации, с 16 гигабайтами постоянной памяти на борту. Один из слотов гибридный, так что в случае ненадобности второй сим-карты, память можно расширить. Поскольку мы уже достали лоток, давайте я вам расскажу о еще одном плюсе M6 Note, если его сравнивать с конкурентами. Поддержка 20-го бенда для работы с 4G. Для многих это важно. А учитывая емкость аккумулятора на 4000 мАч, проблем с временем серфинга интернета быть не должно. Во всяком случае, в теории, полный тест я сделаю в полном обзоре. В этом видео осталось уделить внимание только камерам, ведь по словам производителя, M6 Note позиционируется именно как доступный камерафон. В качестве основных камер используются два модуля. Один рандомный, то есть как повезет, либо Sony AMX362, либо Samsung 2L7. Оба они на 16 мегапикселей, с светосилой f1.9 и размером пикселя 1.4 микрометра. Второй модуль на 5 мегапикселей. Фронтальная камера получила модуль на 16 мегапикселей. Производитель на презентации рассказывал о продвинутом режиме HDR, с которым Meizu помогли Wargsoft. Смотрим на первые примеры и делаем выводы. Поскольку самым главным конкурентом M6 Note является Xiaomi Mi 5X, он же Mi A1, сравнение мы будем делать именно с ним. Вот вам пару фото, сделанных в режиме HDR. По первому фоту M6 Note меня не впечатлил, сплошное мыло. А вот Mi 5X показывает довольно резкую картинку. По второму фото меня впечатлил M6 Note. Обратите внимание на небо и на дом. То есть с работой HDR у Meizu всё отлично, но вот резкости как не было, так и нет. Ещё одно фото сделано на скорую руку в студии. Ситуация не изменилась. Mi 5X показывает более резкую картинку. По фронталке мне больше нравится фото, полученное на M6 Note. По видеосъёмке оба смартфона не блещут, но автофокус лучше работает на Meizu. По резкости плюс-минус один и тот же уровень, стабилизации нет. В портретном режиме Mi 5X просто уничтожает M6 Note. Второй сильно ошибается, причём на всех примерах фото как бы и не старался. Пока что с портретным режимом у Meizu не складывается. Говорю так, потому что ранее тестировал Pro 7 Plus. Звук из внешнего динамика средний. Если сравнивать с Mi 5X, второй играет на мой взгляд громче. По частоте звука плюс-минус одинаковый уровень. Но это не означает, что у M6 Note в этом плане всё плохо. Пока что трудно сказать, можно ли считать этот смартфон успешным. Если портретный режим будет работать так же паршиво, как он делает это сейчас, я не знаю, почему я должен буду отдавать предпочтение, допустим, этому девайсу, а не Xiaomi Redmi Note 4X, который стоит на 65 долларов дешевле. У него такой же аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч, такой же microUSB порт с процессором Snapdragon 625. Ну, вот как-то этого я понять пока что не могу. Я не хочу расстраиваться раньше времени. С этим смартфоном нужно походить хотя бы недельку для того, чтобы делать какие-то заключения. Но на данный момент ситуация вот такая, какая есть. Где купить этот смартфон по низкой цене, ссылки оставлю в описании в комментариях под этим видео. Не забывайте экономить на своих покупках с помощью кэшбэк. Если вы этого ещё не делаете, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании и ознакомьтесь. Настоятельно рекомендую. Ставьте пальцы вверх под этим роликом, подписывайтесь на канал и да пребудет с вами Android. Пока-пока.